В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период и рассказали о ближайших крупных мероприятиях в округе. Тему продолжит наш корреспондент. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2000 обращений. Возбуждено 23 уголовных дела. Из них 15 раскрыто по горячим следам. Среди резонансных преступлений убийство в деревне Марусино. Не поделили стакан, скорее всего, друг друга зарезал. То есть человек задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка. Также было 120 ДТП, из них с 5 пострадавшими. Личный состав работает в усиленном внесении службы. В связи с тем, что скоро у нас учебный год, проверяем все школы. Подготовка к новому учебному году стала отдельной темой на совещании. К 1 сентября ожидается открытие новой школы на 825 мест на улице Урицкого и 4 детских садов. Дошкольные учреждения образования построили в жилых комплексах самолет, Жулебино парк, Сиреневый бульвар и Томилино парк. Территории всех детских садов новостроек имеют периметровое ограждение, прогулочные площадки, защищающие от солнца и осадков теневыми навесами, игровым оборудованием, песочницами в виде ромашек, качалок балансиров и малыми архитектурными формами. Имеются спортивные площадки с резиновым покрытием, высажены клумбы с многолетними цветами, газоны и молодые деревья. Сентябрь – ответственный период и для коммунальщиков. Уже в середине следующего месяца в округе стартует отопительный сезон, который продлится как минимум полгода. К предстоящим холодам ресурсоснабжающие организации готовились все лето. На сегодняшний день у нас четко определенный график. У нас, согласно графике, к 1-му 0,9-му процент готовности по округу должен быть обеспечен 100%. На сегодняшний день на территории городского округа Люберца у нас задействовано 11 ресурсоснабжающих организаций, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию на цели теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей городского округа. Конец лета и начало сентября будут насыщены культурно-массовыми мероприятиями. 26 августа в 10.00 в Центральном парке пройдет самый крупный фестиваль современной хореографии и пространства танца. А в День города откроется главная интрига этого года. Станет известно имя победительницы конкурса «Люберецкая супербабушка». Уиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.